Совет касательно разногласий людей относительно времени утренней зари, когда мы слышим больше одного азана для утренней молитвы. Причем между первым и вторым азаном может быть до 10-15 минут разницы. Сначала один произносит азан, а потом другой? К примеру, сначала произносится один азан, а затем через промежуток времени в 15 минут другой. Имеется в виду азан для утренней молитвы? То есть один произносит азан, а потом после него через 10 минут произносит другой? Какого из них придерживаться первого или второго? Да, когда нам читать молитву? Мы скажем, что Всевышний Аллах обусловил начало воздержания от еды и чтения молитвы появлением истинной зари. Истинная заря — это момент, когда возможно отличить белую нить рассвета от нити черной. Когда поднимается истинная заря, горизонт имеет белый и темный цвет. Появляются две линии, одна из которых белая, другая темная. Когда появляются эти две линии, тогда и следует начинать воздерживаться от еды и питья. Ты смотришь на восток в направлении восхода солнца, и если увидишь белую нить и темную, то это будет означать, что появилась истинная заря, и нужно воздерживаться от еды и питья. Если человек этого не знает, то он воздерживается уже при первом муэдзине, дабы обезопасить себя и выбрать более безопасное мнение. Однако, если для него не очевидно наступление времени, и мрак ночи еще остается густым, то мы говорим ему, что он может принимать пищу до тех пор, пока для него не станет очевидным появление зарей. В этом случае также учитывается наиболее богобоязненный из двух муэдзинов. Если есть более надежный, набожный, справедливый и добропорядочный, то принимается в расчет именно он. Сама же молитва также совершается после наступления зари. То есть после того, как человек уже начал держать пост, увидев истинную зарю. Если человек решил обезопасить свой пост и начал воздерживаться за четверть часа до наступления времени утренней молитвы, то в этом нет ничего плохого. Однако нельзя читать молитву, кроме как после того, как наступит истинная заря. Что касается самого воздержания, то когда оно становится обязательным? После появления истинной зари. Истинную зарю человек может увидеть, когда он находится в пустыне, или на поле, или любой равнинной местности. Если он посмотрит на восток, то с появлением зари он может увидеть светлую и темную линии. Если появилась белизна и чернота, то мы можем сказать, что поднялась заря. Если же он ничего не увидел, то значит заря еще не появилась. Да воздаст вам Аллах благо мужей.